Отче наш — это главная молитва каждого христианина, который должен знать каждый. Эта молитва дана самим Господом в ходе Нагорной проповеди. Эта молитва напрямую, обращена к Богу. И эту молитву всегда читают в храме перед причастием. Отче наш я иногда тоже молюсь, чтобы все было хорошо. Она делится на взывание к Богу, семь прошений и прославление. Отче наш, иже есть и на небесе. Да светится имя Твое, да прицарствие Твое. Да будет воля Твое, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Не веди нас в искушение, но избавь нас от рукава Гоа. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа. Всегда на ней пристно, в веки веков. Аминь. Начинается со слов Отче наш. Это означает обращение нашему Богу, Отцу Небесному. Жизнь на небесе. Этим мы прославляем Бога. Это означает то, что Ты, Есиний на небесе. Да светится имя Твое, да приедет царствие Твое. Чтобы такое же царство воцарилось на земле, как и на небе. Царство во всеми людьми на земле. Да будет воля Твоя, як на небеси и на земле. Мы говорим, чтобы на все была святая воля Господа, несмотря на то, чтобы мы просили. Чтобы воля людей совпадала в воле Бога. Чтобы люди на земле смогли достичь таких высот, чтобы им было легко попасть к Богу. Хлеб наш насущный наш на днесь. Мы просим у Господа все, что нам нужно для питания. То есть все полезное и нужное дай нам для нашего существования. Здесь говорится не только о хлебе и одежде, которая нам нужна, но и о причастии. И оставь нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим. Нужно простить всех обидчиков, и Господь простит наши грехи. И не веди нас в искушение. Это мы просим Господа устоять перед грехом и не вестись в искушение. Чтобы были человека силы не грешить. И избавили нас от лукава. Мы просим Господа, чтобы он избавил нас от дьявола. В конце словословие – это благодарность Богу и прославление Его имени. И подтверждаем в конце всю эту молитву словом «Аминь». Когда мы переносим эту молитву, то мы все равны к Богу. Неважно, это президент или дворник. Все дети Божьи. Продолжение следует...